привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе кэнд хит прославившаяся своим буги-блюз-роком и имеющие в загашнике такие мировые хиты как going up the country on the road again и let's work together эта калифорнийская команда была очень популярна в эпоху хиппи но в дальнейшем у нее осталось не так уж много преданных почитателей ансамбль основали в середине 60-х историки блюза и собиратели пластинок данного жанра алан уилсон и боб хайт назвав проект в честь старенькой песни томми джонсона кэнд хит блюз состав группы начало лихорадить чуть ли не через неделю после старта однако постепенно штатное расписание приобрело тот вид который принято считать классическим хайт вокал уилсон гитара гармоника хенри вестин гитара ларри тейлор бас и адольфа де ла пара ударные еще до того как это случилось коллектив сделал запись с продюсером джонни отисом но по каким-то причинам она несколько лет провалялась на полке и официальную дискографию кэнд хит открыл одноименный альбом на котором барабанил еще фрэнк кук замешанный на классике блюза и появившийся месяц спустя после выступления группы на фестивале в монтере лонгплей вызвал неподдельный интерес у публики и вошел в первую сотню билборд под номером 76 в том же 1967 музыканты обзавелись кличками хайт медведь уилсон слепая сова вестин подсолнух тейлор крот дело пара фито а также из-за инцидента с наркотиками заработали имидж плохих парней как бы то ни было журналы по достоинству оценивали их творчество называя вестина и уилсона одним из лучших гитарных тандемов а алана к тому же еще и лучшим белым гармошечником в отличие от дебюта второй студийник строился не на каверах а на оригинальном материале среди которого блистали первое фирменное буги фрайт хокки буги с рифом втихушку уведенному джона ли хукера антиамфетаминовый блюз амфетамин анни и конечно же первый шлягер ремейк композиции флойда джонса on the road again вытащив белый блюз к вершинам чартов кент хит в том же году нарезали еще один альбом двойник ливин за блюз за счет заряженного психоделикой тур де форса пацана дженезис и 40-минутного буги джема рефрайт буги запись выглядела экспериментальной однако полуфолковый хит going up the country сгладил все углы и вскоре сделал музыкантов звездами вудстока незадолго до выступления на легендарном фестивале группа выпустила добротный блюз роковый альбом халилуя а повздорившего с тейлором вести насменил харви менделл вудсток застал кент хит на пике славы а их going up the country оказалась главной темой соответствующей документалки но тем не менее классический период команды уже подходил к концу завершили данную эпоху диск фьюч и блюз довольно разнообразной по стилистике с отступлениями от привычного блюз буги в джаз психоделику и рок-н-ролл концертник life in europe а также коллаборационный проект с джоном ли хукером hooker and hit в 1970 состав покинули тейлор и менделл а 3 сентября того же года окончил жизнь самоубийством уилсон как бы то ни было шоу продолжалось и уже к концу 1971 у кент хит был готов альбом historical figures and ancient heads где на одном из треков гостил литл ричард впрочем фито остался недоволен тем как работают новички и в смятении хотел распустить проект однако хайт отговорил его от такого поступка и дело ограничилось очередной порцией кадровых замен не сказать что намек на некую новую эру в названии альбом от the new age как-то оправдал себя зато байкером очень понравилась вторая композиция на пластинке за холли дэвидсон блюз данным студийником закончилось длительное сотрудничество коллектива с united artists после чего кент хит ненадолго оказались в лапах atlantic records альбом one more river to cross выпущенный новыми хозяевами представил публике группу с несколько иным саундом которые обеспечили духовые аранжировки от масл шоу с хонс между тем ссора хайта свести нам привела к отставке гитариста и в алкоголь на наркотической дымке кадровая карусель завращалась еще с большей скоростью при всей неразберихе atlantic пытались раскрутить своих нерадивых подопечных еще на один альбом но потом бросили эту затею и заготовленный с грехом пополам материал увидел свет только в 1997 году под именем the ties that bind в 1974 вышли две записанные во время визита во францию коллаборационные программы memphis hit с memphis слимом и gates on hit с клэренсом брауном после чего пластинок от кент хит не появлялась на протяжении четырех лет и хотя записанный с гостевым участием мэндова и солстеров chamber brothers comeback disc human condition звучал задорно и бодро в разгар эпохи диска и панка ветхозаветный буги рок уже мало кого интересовал и альбом провалился продолжая бороться за выживание с помощью гастролей в начале 80-х группа столкнулась с новой бедой после записи пластинки kings of the buggy сердце вокалиста не выдержало героиновых игрищ и боб хайт отправился в мир иной несмотря на злые пророчества кент хит сдюжили и вскоре поставив у микрофона ричарда келлога и ангажировав гитариста уолтера траута провели успешный тур по австралии бразды правления теперь держал один дело пара однако со второй половины восьмидесятых когда лидер вокал перешел к джеймсу тонбурри в группу неоднократно возвращались вестин тейлор и мендел из-за постоянных метаний по лейблам пластинки кент хит выходили как-то хаотично и с трудом укладывались в единую дискографию хотя в этот период встречались и весьма достойные работы типа рихит лишь со второй половины 90-х когда новым солистом стал роберт люкас команда пришла к единому знаменателю и стала публиковаться под эгидой raw records альбом блюз-бэнд оказался последним для хенри вестина гитариста подкосил рак и он скончался в париже 20 октября 1997 года по завершении европейского тура расстроенной смертью коллеги тут же ушел тейлор а в двухтысячном люкас уступил место даласу ходжо тот пробыл в составе пять лет и спел на альбоме friends in the can отмеченным множеством гостей в 2005 роберт вернулся чтобы спустя три года снова уйти вскоре после вторичного увольнения он умер из-за передозировки наркотиков однако ранее люкас успел записать с группой рождественскую пластинку позже ведущие вокальные партии достались гитаристу дэйлу сполдингу а еще на некоторое время в команду возвращались мендел и тейлор первый из них ушел в 2014 по состоянию здоровья а второй проработал в коллективе до самой своей смерти в 2019 и хотя после christmas album группа не выпускала альбомов возглавляемые адольфа кэнд хит продолжали регулярно появляться на публике кстати песня в честь которой группа получила свое название рассказывала об алкоголике докатившимся до употребления консервированного динатурата и и Продолжение следует...